События в городе и районе. В студии Виталий Шахназаров. Здравствуйте. И в начале краткий обзор выпуска. Вышел на улицу погулять и не вернулся. В Шелихове участились случаи, когда дети, предоставленные сами себе, не приходят домой вовремя. Очередной триумф Анастасии Пляскиной. Шелиховская велосипедистка вновь одержала победу. Ловись рыбка большая и маленькая. Шелиховская команда рыбаков вернулась с областных соревнований. В минувшие праздники обошлось без серьезных происшествий. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники ОМВД России по Шелиховскому району. В спортивных и культурных мероприятиях приняло участие более двух тысяч человек. В эти дни город посетили гости из Иркутска, Ангарска, Новосибирска и Осинского района. Большое внимание уделялось вопросам безопасности дорожного движения. Наряду с сотрудниками полиции за порядком следили частные охранные агентства, которые совместными усилиями предотвращали правонарушения, связанные с употреблением алкогольной продукции, контролировали оперативную обстановку в местах массового скопления людей. Как подчеркнул начальник ОМВД России по Шелиховскому району Сергей Краснов, серьезных происшествий на территории района допущено не было. Праздничные мероприятия продлятся до 20 июля. Впереди шелиховчан ждут соревнования по мини-футболу, фитнес-марафон и турнир по теннису. Зато неспокойное начало недели выдалось для шелиховских оперативников. Накануне в нашем городе почти сутки весь личный состав полиции искал 10-летнего мальчика. А буквально вчера с заявлением о пропаже ребенка обратилась мама пятилетней девочки. Ситуация аналогичная. Дети долгое время были предоставлены сами себе и находились без присмотра взрослых. Подробности расскажем далее. Ушел купаться и заигрался. Десятилетнего Анатолия Хатина искали и друзья, и родители, и сотрудники полиции целые сутки. В ходе поисков оперативные группы отрабатывали всю близлежащую местность, в том числе и лесной массив. Результаты поиска увенчались успехом. Школьник был найден. Как установили сотрудники полиции, Анатолий побоялся идти домой, так как думал, что его будут ругать родители. Юный беглец спрятался ночью в кладовке одного из домов в садоводстве. Аналогичная ситуация произошла вчера поздно вечером, когда в дежурную часть ОМВД по Шелиховскому району обратилась мама пятилетней девочки. Мать малышки рассказала, что дочка гуляла с детьми, а потом пропала. Последний раз родители видели ее во дворе возле дома. На место проживания выехала следственная оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что пропала пятилетняя девочка, которая гуляла на улице без присмотра взрослых. Территорию города прочесывали экипажи неведомственной охраны, службы ГИБДД и патрульно-постовой службы полиции. И девочка была найдена в городе. И после ее вернули родителям. Выяснилось, что все это время девочка находилась со знакомыми матери. Проведя профилактическую работу, сотрудники полиции привлекли нерадивую мать и ее приятельницу, которая распивала перед детьми алкоголь, к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В связи с тем, что участились случаи, когда дети находятся без присмотра взрослых в общественных местах и на улицах, мы обращаемся к родителям о том, чтобы они были бдительными, не оставляли своих детей без присмотра, а также напоминаем об административной и уголовной ответственности. Произошедшая ситуация – серьезный сигнал для того, чтобы поставить родителей на учет и сообщить об этом во все органы системы профилактики, считают специалисты. Теперь женщинам предстоят разбирательства в комиссии по делам несовершеннолетних. В самом разгаре дни школьных каникул, которые многие дети проводят в различных лагерях. Ежегодно Министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области выделяет путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для детей из многодетных семей. В этом году на весь Шелиховский район было выделено 313 путевок. Спрос на них традиционно высок. Накануне из лагеря «Юный горняк», который находится в поселке Тибельти, и приехала группа шелиховских ребят. Они отдохнули от городской суеты и набрали сил для нового учебного года. В течение лета также по социальным путевкам 60 детей оздоровятся в лагере «Маломорский», находящемся на Байкале. Большим спросом пользуются еще путевочки на Байкал в лагеря. Но туда у нас получается очень дорогая доставка. Мы тоже не можем позволить себе большое количество путевок приобрести. Но в принципе человек 60 за год у нас там отдыхает. Также на период осенне-зимних каникул у нас будет завоз в лагере «Металлург» и в профилакторе «Металлург». Ребятишки, желающие оздоровиться, могут до сих пор подавать заявления, те, кто не успел отдохнуть летом. По всем интересующим вопросам можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения города Шелихово и Шелиховского района. Телефон 41357. А теперь к новостям спорта. Шелиховчанка Анастасия Пляскина стала победителем первенства России по велоспорту среди юниорок в многодневной гонке. Соревнования проходили с 5 по 10 июля в Великих Луках. Всего в велогонке приняли участие более 80 спортсменок. Многодневная гонка состояла из шести этапов. Общая протяженность трассы – 314 километров. По сумме баллов Анастасия Пляскина заняла первое место. Серебряным призером стала спортсменка из Псковской области Маргарита Сарадоева. Третье место у Дарьи Егорова из Санкт-Петербурга. В велогонке были организованы Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией велосипедного спорта России при участии Государственного комитета по физической культуре и спорту Псковской области. Накануне команда рыбаков из Шелиховского общества охотников и рыболовов вернулась с шестого традиционного турнира, который проходил в селе Кутулик на Братском заливе. Наши любители рыбалки вернулись с почетным первым местом. Это стало отличным подарком обществу охотников, ведь в этом году клубу исполнилось 50 лет. Подробности смотрите в сюжете Дмитрия Шалагина. В областных соревнованиях принимали участие 17 команд из Ангарска, Черемхова, Усуля-Сибирского, Тулуна и других городов Иркутской области. Всего среди любителей рыбалки насчитывалось 12 взрослых команд – 2 женских и 3 детских. Но именно наши, шелиховские спортсмены, на живом примере показали, как надо ловить большую рыбу. Из большой рыбы у нас был лещ, поймали более килограмма. Мы их поймали 5 штук командой. Вес улова максимальный составил у меня в зоне. За 3 часа я поймал 9 килограмм 180 грамм. 9 килограммов за 3 часа – обыкновенной маховой удочкой. Согласитесь, что улов более чем достойный. Всего же в соревнованиях было два этапа – утренний и вечерний. За каждым из участников было закреплено свое место, где он должен был поймать максимальное количество рыбы. Помимо того, что команда вернулась первым местом, Эдуард Миндубаев в личном зачете был награжден медалью за волю к победе. Это за то, что он занял 4 место в личном зачете. Чуть-чуть не хватило дотянуть вроде в призеры и в то же время хорошо отловился. В 2011 году выигрывали переходящий кубок. И вот нынче взяли опять переходящий кубок. Переходящий кубок, медали, несколько килограммов рыбы и, конечно, памятные призы – достойный результат шелиховской команды. Теперь рыбаки готовятся к турниру «Челюсти», который пройдет на Иркутском водохранилище в эти выходные. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды и гороскоп на 17 июля. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире.